Всем привет! В эфире программа Дети Большого Толка. В каждом выпуске мы знакомим вас с интересными фактами. Мы узнаем много нового о природе, науке, технике и многом другом. Сегодня будем путешествовать по всему миру, от Барнаула до Престоров Космоса. Все мы не раз измеряли температуру втутным или электронным градусником, а кто изобрел термометр, вы знаете? Это итальянский физик Галилео Галилей. Кстати, градусник не единственное его изобретение, еще Галилео создал оптический прицел, телескоп и компас. Сколько раз в день мы моргаем? Это легко можно посчитать, здоровый человек моргает один раз в 2-3 секунды. Это значит 20-30 раз в минуту, в сутках 1440 минут. Перемножаем и получаем, что мы закрываем и открываем глаза 20-30 тысяч раз в сутки. Представляете, как много? Хорошо, что мы это делаем автоматически, иначе мы бы очень уставали осознанно моргать. Когда возраст человека достигает 19 лет и 4 дней, ему исполняется 10 миллионов минут. Неплохой повод отметить день рождения еще раз за год и попросить второй подарок. Конечно же, 10 миллионов, согласитесь, это солидный возраст. Что такое помидофиль? Это мечта всех дачников. Растение, на ветках которого растут помидоры, а вот его клубни – картофелины. Помидофиль – это не просто идея, а реально существующее растение-гибрид. Его получают путем прививки помидора на картофель. Пока еще получение этого сорта слишком дорого, но ученые считают, что со временем он станет весьма популярным. Знаете ли вы, что Байкал – самое древнее озеро в мире? Его возраст оценивается в 25-35 миллионов лет. Это в несколько раз старше, чем большинство других озер, которые обычно живут не более 10-15 тысяч лет. Байкал является одним из самых популярных туристических направлений в России. Это озеро привлекает туристов своими живописными пейзажами, чистейшей водой и уникальной природой. При погружении под воду у человека замедляется сердечный ритм. Это происходит из-за нырячного рефлекса, который помогает экономить кислород. Этот рефлекс помогает людям, когда они рыдают. Достаточно мыть лицо холодной водой, и у человека замедляется сердцебиение и начинает успокаиваться дыхание. Почему совы спят днем? Ночью они охотятся. Но почему они не могут охотиться днем? Все дело в том, что птицы, которые видят сову, начинают поднимать панику и нападать на сову. Представьте себе, на хищную, сильную и мощную птицу нападает много маленьких птичек. Тут не до охоты, поэтому совы охотятся исключительно ночью. Видимо, это время суток, птички на них не нападут. Но это еще не все. Совы могут летать без шума, а еще и глазное яблоко вовсе не круглое. И после этого вы хотите сказать, что в этих птицах нет ничего интересного? Наши нос и уши у человека никогда не перестают расти. Правда, в детстве они растут быстро, а с возрастом замедляются. Но ваше лицо всегда будет понемногу меняться. Именно поэтому чем старше, тем больше уши и нос. Правда ли волосы и ногти во время полета в самолете растут в два раза быстрее? Нет, это неправда. Хотя этот факт часто пишут на познавательных сайтах. Да, существует такой распространенный миф. А все из-за гормона стресса. Кортизола. Из-за него и правда ногти и волосы растут быстрее, но незначительно. Моржи кажутся людям очень ленивыми животными. Кажется, они только и делают, что валяются без дела, чтобы не тратить свой ценный жир в условиях холодов Арктики. Но это не совсем так. На самом деле моржи не спят по две недели подряд. Все для того, чтобы давать выспаться сородичам из своей стаи. То есть одни моржи долго не спят, охраняя других от хищников. А потом они меняются и спят две недели. Почти 90% информации мы получаем из зрения. Ходит чувств гораздо больше. Но увидеть для нас действительно лучше, чем услышать. Почему же так происходит? Информация играет важную роль в жизни человека. Потому что именно она помогает нам ориентироваться в пространстве. Мы можем видеть мир в трех измерениях. Различать цвета, формы и текстуры. Это большое счастье. Есть чем радоваться. Хочется попробовать что-то необычное? Представьте себе, еще 2000 лет назад пищу стали употреблять растения. А знаете ли вы, какие цветы можно есть? На данный момент это фиалки, акация, первоцветы. А также бархатцы, лилейник, настурция. А еще съедобными считаются кактусы. Всего съедобных кактусов насчитывается три вида. Это опунция, гелоцерилус, мамилярия. И съедобные у них только плоды. Иголки из таких плодов можно вытягивать только в резиновых толстых перчатках. Голыми руками доставать не рекомендуется. Также для этого потребуются щипцы и пинцет. А если вы еще не пробовали эти цветы, то самое время это сделать. Ведь уже практически все восточные страны, и не только, стали употреблять цветы в пищу. Может попробовать и вам? Знаете ли вы, что акулы боятся дельфинов? Это удивительно, но на самом деле так. Все потому, что дельфины крупные, маневренные и стайные животные. Если акула накинулась на одного, то другие нападут на ее стаи и отбивают своего сородича. Но при этом они могут унести серьезные травмы акулы. Те об этом знают и стараются не трогать дельфинов. Панда – это очень милый медведь. Новорожденные медвежата панды очень малы. Их вес обычно составляет от 90 до 150 граммов, что примерно равно весу чашки чая. А вот взрослые панды весят от 100 до 150 килограммов, а значит вырастают в тысячу раз. Знаете ли вы, что медведь может обогнать лошадь? Удивительно, правда, ведь медведь такой большой и неуклюжий. А лошадь длинная нога и создана специально для бега. Как же так получается? Все дело в том, что медведи и правда могут бегать с большой скоростью, но очень быстро выдыхаются. А лошадь пробежит еще долго. А вот по лесу и болоту медведя не догнать, тут он всегда чемпион. Почему медведя называют косолапым? Причин много, а все из-за особенностей его походки. Когда медведь идет или бежит, он одновременно наступает обеими лапами, расположенными на одной стороне туловища. Поэтому получается раскачивающаяся походка. Есть и еще одна причина, по которой мишку называют косолапым. Они ставят лапы пятками наружу, а носками вовнутрь. Все потому, что медведи опираются сразу на всю стопу. Это позволяет им равномерно распределять вес тела и избегать травм. А еще ходить по болоту и не проваливаться. Хотя солнце кажется желтым или оранжевым, на самом деле оно ослепительно белое. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. Теперь вы знаете, какого цвета вам нужен карандаш, чтобы нарисовать солнце. Синий кит – самое большое существо на Земле. Чтобы поддерживать свой размер, ему нужно очень много пищи. Он получает за один глоток полмиллиона колодий. Столько же, сколько человек за 250 дней. Несмотря на то, что пасть синего кита настолько огромна, что может вместить 100 человек, кит не может проглотить ничего крупнее баскетбольного мяча. Все потому, что его горло слишком узкое. Так что все страхи, что в океане вас проглотят кит, необоснованы. Хотя там и без этого есть чего бояться. На Южном полюсе Солнце восходит один раз в год, 21 сентября. Поднимается выше и выше. После этого Солнце начинает опускаться ниже и ниже, пока не исчезнет за горизонтом. Примерно 21 марта. Это происходит из-за наклона оси вращения Земли. Почти каждая космическая фотография изначально черно-белая и уже потом раскрашена учеными. Почему так происходит? Это связано с тем, что космические телескопы и другие приборы очень сложные. Они работают на невероятно далекие расстояния и регистрируют только интенсивность света, но не его цвет. Поэтому полученные фото нужно потом раскрашивать. От бурых мишек перейдем к белым. Полярные медведи тоже роют берлоги, но только в снегу. Причем обычно в них несколько комнат. Основная комната служит для сна и отдыха медведя. В ней медведь накапливает жир, который будет использовать в качестве источника энергии во время спячки. Остальные комнаты для детенышей и хранения добычи. Берлоги полярных медведей могут достигать в длину до 10 метров и в ширину до 5 метров. Они могут быть расположены на глубине до 5 метров. Спячка полярных медведей длится от 70 до 80 дней. Во время спячки медведь не ест и не пьет. Его сердцебиение и частота дыхания замедляются, а температура тела снижается. Это позволяет медведю экономить энергию и пережить суровую зимнюю погоду. Попробуйте угадать, какой язык в мире самый популярный. Конечно, тот, на котором говорят больше всего людей. А это китайский. На нем говорят и пишут более 1 миллиарда и 100 миллионов человек. Это примерно 16% населения мира. Китайский язык является официальным языком Китая, Тайваня, Сингапура и некоторых других стран. А вот на английском говорят всего 370 миллионов человек. Каждый человек может увидеть прошлое. Для этого нужно просто посмотреть на звезды. Например, свет от Солнца доходит до Земли за 8 минут. И чем дальше от нас находится звезда, тем глубже в прошлое мы смотрим. Например, свет от ближайшей к нам звезды Проксима Центавра доходит до Земли за 4 года. И когда мы видим Проксиму Центавра, мы видим ее такой, какой она была 4 года назад. Кстати, узнать больше о космосе вы можете в Барнаульском планетарии. Это один из старейших планетариев в России. Он был открыт в 1950 году. Кстати, в нем есть солнечный телескоп. Этот телескоп позволяет наблюдать за Солнцем в дневное время. С его помощью можно увидеть солнечные пятна, солнечные факелы, протуберанцы и другие особенности солнечной поверхности. Кстати, если вы не знаете, что такое протуберанцы, то я сейчас расскажу. Представьте себе, что Солнце – это огромный огненный шар. На поверхности этого шара есть пятна и другие неровности. Иногда из них вырываются огромные фонтаны раскаленного газа. Вот эти фонтаны называют протуберанцами. Протуберанцы могут достигать высоту сотен тысяч километров, а их ширина может быть сравнима с размером Земли. Знаете ли вы, что Солнце тоже вращается вокруг своей оси? Это явление называется солнечной ротацией. Благодаря этому возникают магнитные поля, солнечные пятна и другие явления. Земля – единственное место в Солнечной системе, где может гореть огонь. Это потому, что для горения нужен кислород, а на других планетах Солнечной системы его нет. Таким образом, можно сказать, что огонь – это уникальное явление, которое возможно только на Земле. Это связано с уникальным составом атмосферы Земли, в которой содержится кислород. Удивительно, каждую минуту Земля пролетает примерно 19 300 километров. Это очень большое расстояние. Поэтому, когда вы смотрите на секундную стрелку, помните, что Земля непрерывно движется в просторах космоса. Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной, другая скрыта от нас. Это происходит из-за гравитационного взаимодействия между Землей и Луной и оставляет тайные исследования для будущих космических миссий. Стрекозы не умеют ходить. Странно, да? Зачем им тогда сразу шесть ног, которые они все равно не используют для передвижения по Земле? Сейчас расскажу. Ноги стрекозы предназначены для захвата добычи, а также для того, чтобы удерживаться на растениях или других поверхностях. Стрекозы проводят большую часть своей жизни в полете. Питаются насекомыми, которые летают в воздухе. Стрекозы обладают уникальным зрением. Их глаза состоят из тысяч фасеток, которые позволяют им видеть вокруг на 360 градусов. А вы хотели бы обладать какой-то суперспособностью? Например, бессмертием. А вы знали, что такие существа есть на нашей планете? Но тогда почему ученые еще не делали эликсир бессмертия? Потому что эти существа живут на дне океана. И нет, это не спанчбоб. Они больно бьются током и очень легко рвутся. Кто же это? Я думаю, что многие догадались. Это медуза. Почему же они бессмертные? Ведь если мы узнаем секрет, то вдруг сможем повторить их успех. Медузы настолько древние, что у них нет мозга и сердца. Они развиваются из полипа. А когда заканчивается жизненный цикл у медузы, она не умирает, а падает на дно и снова превращается в полип. Удивительно, правда? Конечно, у медузы есть чему поучиться. Вопрос только как? На сегодня это все. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Любите науку, узнавайте новое, радуйте близких и смотрите нашу передачу «Дети большого толка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!